Здравствуйте, хорошие люди! Здравствуйте, мои подписчики! Здравствуйте, гости моего канала! Я рада приветствовать вас на своей кухне! Ну что, мои хорошие, сегодня я готовлю опять суп, который я изобрела для себя и который я называю задом наперед. Это значит то, что бульон варится отдельно из мяса, а потом все это превращается в суп таким образом, что я сначала обжариваю и протушиваю овощи, заливая их подсоленным бульоном и суп готов. Нужно сказать, что этот метод варки я изобрела давно как грибной суп, а сейчас, когда мне приходится готовить диетические супы, я стала готовить диетические супы в том же порядке. И что нужно сказать? Я готовила так и в Казахстане. И можно сказать, что в Казахстане все были в восторге от моего супа. Моя подруга сказала, я тоже буду так готовить. Так что, если вам интересно, попробуйте приготовить суп вот в таком порядке. Если для грибного супа бульона мясного не нужно, то для другого супа, конечно, желательно. Но если у вас пост, вы можете обойтись и без мясного бульона. Поэтому первое, что я делаю, я ставлю варить бульон. Если это свинина 1 час, если это говядина 2 часа, если это курица, молодая курица, не суповая, то можно проварить и 30-40 минут. Этого достаточно. Обжаривая в этом порядке овощи, я добавляю свою перцовую чесночную пасту, совсем чуть-чуть. Она дает свой вкус и свой аромат, но его почти не слышно. Вот этот букет появляется, когда вы туда добавите все и заправить еще специями и зеленью. Ну вот, как-то так. Не знаю, можно ли приготовить борщ в этом порядке, но думаю, что любой суп будет вкуснее, если не просто бросать овощи в воду или в бульон, а сначала их обжарить в масле. Не зажаривайте их до черноты, но слегка обжарить, тогда масло возьмет аромат этих овощей. И потом, ну, всегда говорят, что жир, это, он несет вкус, несет аромат и передает этот аромат и вкус вашему блюду. Ну вот, как-то так. В первую очередь, я поджариваю свою пасту перечно-чесночную, беру совсем вот на кончике ложки, разминаю все это в одну кастрюлю. Очень важно иметь кастрюлю с толстым дном, где ничего не пригорит и не прилипнет. Сразу же в эту перцовую пасту на растительном масле я отправляю лук. Лук должен обжариваться до золотистого цвета. Беру силиконовую лопатку, она не повредит кастрюлю и поможет мне в моей кулинарии. Лук стал золотистым. Он еще будет обжариваться вместе с морковью. Идет в следующем, в следующую очередь идет морковь. И также обжаривается на растительном масле. В Германии мы привыкли уже готовить на растительном масле без запаха. У меня это подсолнечное, кто-то готовит на оливковом. Никак не могу приучить себя к оливковому маслу. Как только морковка поджарится, будем готовить дальше. Обжаривание продолжается беспрерывно. Отправляем сюда болгарский перец или паприку. Паприка готовится очень быстро, поэтому особенно ей долго тониться не нужно. Следующая пойдет картофель. Следующая очередь картофель. Обязательно это делаю, я его не обжариваю. Я его только немножко притушиваю. Вместе с другими овощами. А так как суп наш сегодня чечевичный, то и чечевица отправляется в пострелу. А сейчас нам нужно готовый бульон освободить от мяса и отправить к овощам. Набираем кусочки мяса. Бульон еще подсоленый, потому что если я не подсолю его сразу, потом мясо так и останется безвкусным. Так, ставим сито, и чтобы сито не болталось, закрепляем его ложкой. Вот, и выливаем туда готовый бульон. Перемешиваем суп. Супчик получился хороший. На соль проверим позже. А мясо добавляем в суп. Мясо не должно отсутствовать. И теперь наш суп будет проверяться на готовность по готовности картофеля и чечевицы. Приблизительно это 20 минут. Поэтому устанавливаем время готовки 20 минут. 20 минут это прекрасное время. Если вы видите, прошло всего 9 минут, а у меня уже вся посуда чистая и убрана по своим местам. так что времени вполне достаточно, чтобы приготовить за это время суп и убрать со стола. Я уже приготовила специи, которые я добавлю в боч, потому что в боч в чечевичный суп. Потому что без специй суп мне нравится намного меньше. и так наш суп готов. Отправляем туда лавровый лист. Я всегда ломаю его пополам. Черный перец горошком свежий, молотый тоже идет в супчик. немножко добавлю куркумы. Прямо совсем на кончике ложечки. и совсем немножко я добавлю сегодня и трава для курицы. Чуть-чуть. Вот таким образом. Ну и конечно зелень не должна отсутствовать. Петрушечка. Красота ненаглядная. Две ложечки замороженной петрушки. Отключаем супчик и ждем хозяина на обед. Ну что друзья, наш обед готов. главный едок, который должен оценить мое кулинарное искусство еще не дома. Он занят, он работает. Ну что его в течение где-то 30 минут должен подъехать. А у меня с вами снова расставание. Прощаюсь. Я прощаюсь с вами. До завтра, мои хорошие. я желаю вам здоровья, успехов и удачи в ваших делах. Мирного неба нам всем. Спасибо вам за то, что вы смотрите мой канал, за ваши лайки, за ваши комментарии, за вашу подписку. Тем, кто не подписался, подпишитесь. Вам это не трудно, а каналу поможет жить дальше. Всем пока-пока и до новых волнующих встреч на канале Севера это моя судьба.